СИБИРСКАЯ МАСЛЕНИЦА Директор фестиваля «Сибирская Масленица» Алексей Копейкин. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Давайте расскажем для тех, кто еще сомневается, ехать или не ехать на «Сибирскую Масленицу», хотя, мне кажется, таких с каждым годом все меньше сомневающихся людей. Почему стоит посетить этот фестиваль? Ну, первое и самое основное – это лучшая Масленица страны. Мы в прошлом году завоевали первое место в национальной премии Russian Event Awards и заняли, так скажем, достойно первое место. Нас оценили эксперты, нас оценили наши коллеги, сказав, что мы действительно хорошо делаем свое дело. Наша Масленица сибирская, ну, если сравнивать вообще с гуляниями по всей стране, очень уникальна тем, что у нас есть и снег, который в европейской части тает, у нас есть и подром на территории сибирского подворья, где проходят забеги русских троек, что тоже для Масленицы на Руси традиционно. И, конечно же, все масленичные традиционные гуляния – блины, хороводы, чай, частушки и так далее. Но вот каждый год организаторы «Сибирской Масленицы» предлагают гостям что-то новенькое. В этом году это будет взятие снежного городка, что какие-то боевые действия развернутся на территории. Это будет постановочное действие, действительно, взятие снежного городка. Мы, так скажем, подошли основательно, пригласили режиссера из Тольятти, двух каскадеров. То есть у нас будут битвы на конях, постановочные, конечно же, но в любом случае это все будет. Мы набираем массовки порядка ста человек, одеваем ее, то есть шьем костюмы, придумываем сценические действия, какие-то шуточные вкрапления. Но детали все раскрывать не буду, скажу, что мы готовимся очень основательно и очень рекомендую посмотреть на это действие вживую. А кто в рядах армии? В рядах армии это студенты и артисты. То есть они будут проходить определенную подготовку? Да, они уже проходят. То есть режиссер в Тольятти записал порядок действий на видеокамеру, передал к нам на Алтай, и тут на Алтае мы уже, так скажем, разучиваем эти действия. Плюс режиссер приезжает за три дня заранее и уже на местах проводит, так скажем, репетиции. Ну а за основу взято какое-то историческое событие или просто так выдумка? Ну, выдумка с элементами истории, так скажем. Хорошо. Я знаю, что будет множество конкурсов, и не только там на месте, то есть на ловкости и смелости, да, но и которым необходимо готовиться заранее. Например, вот конкурс костюмов или там конкурс на самую лучшую роспись саней. Да? А есть ли еще возможность в подобных поучаствовать? Ну да, я хотел бы в целом о конкурсах. Я когда защищался на национальной премии, говорил, что, ну это так и есть, наша Масленица, это не праздник одного дня, когда, знаете, приходят там, ну, грубо говоря, тот же день города. То есть пришли, погуляли, салют посмотрели, разошлись. Масленица, сибирская Масленица, направлена на возрождение исконно русских традиций. То есть мы чтим свою историю, в связи с этим мы проводим конкурс «Майяр дословная», где школьники на протяжении полугода собирают свою историю рода до пятого колена. То есть там бабушка, прабабушка, еще что-то можно узнать у родителей, у своих родных. А вот до пятого колена не каждый может рассказать, то есть необходимо идти в архив. И на этом уже строится конкурс. То есть ребята пишут истории, в этом году подано порядка 170 работ, не только Алтайского края, приходят работы из Москвы, Владивостока. Две работы пришло из Казахстана, то есть он такой международный конкурс. Также проходит конкурс «Наша Масленица» по созданию масленичных чучел. Как правило, знаете, как происходит, бабушка, глава семьи, вычитала где-то информацию и захотела поучаствовать. Но она же не будет одна вязать. То есть она собирает вокруг себя внуков, правнуков. Давайте пособерем чучело. И они всем семейством делают это чучело. Очень интересные работы. Победители хранятся в резиденции на Золоте Алтая. Там существует резиденция сибирской масленицы. Также проходит конкурс «Как по маслу», где творческие коллективы, либо рабочие, либо опять же семейные, создают сани очень интересные, создают костюмы, визитки и съезжают на санях с горки. И вот действительно новый конкурс в этом году. Конкурс «Традиционный костюм Сибири», основанный на, опять же, на истории, на тех народах, которые населяли Сибирь в XIX веке. То есть тоже надо погрузиться в историю, понять, как ходили, что вышивали, и это презентовать на празднике. Во время проведения «Сибирской масленицы» состоится уже традиционный конно-спортивный праздник. Откуда будут участники? Участники собираются со всей Сибири, очень много породистых лошадей едут. Но я бы хотел остановиться на забеге для рабочих лошадей. То есть это обычные лошади, труженики семьи, можно сказать, которые в селах работают и день, и нож, что говорится. И проводится специальный приз для вот таких рабочих лошадей. То есть зимой работы, как правило, мало, а масленица, она идет в конце зимы. И вот учредители этого конкурса специально подгадали, ну, чтобы было чем зимой заняться. Что такая разминка перед весной? Ну да, то есть лошадь, чтобы хорошо поучаствовала в своих соревнованиях, ее каждый день надо готовить, причесывать, выгуливать, ну, так скажем, отъезжать определенные километры. И, как правило, участвуют близлежащие селы. То есть они запрягают свою лошадь в день мероприятия и едут. Они как герои, понимаете? То есть они едут на своей, так скажем, победной лошади, а за ними едут еще сыновья, братья, сестры. То есть это прям целый ритуал у них идет. Они ждут этот праздник и очень хорошо участвуют. Так. Ну и, пожалуй, одно из ключевых событий, я уже вначале об этом сказала, это покорение высоченного столба. Правда ли, что он у нас самый высокий в России? Да, действительно, у нас столб 11 метров в высоту. Как правило, мы, опять же, анализировали, масленичные столбы России, это около 5-7 метров, наш 11. Мы его готовим тщательно, блокируем, колесо. Чтобы уж вообще возможности не было. Или все же... С прошлого года мы ввели систему страховки. Ну, мы никому не помогаем. Кто-то говорит, вы там своих затягиваете. Нет, нет. Веревочка чисто символическая натянута, ну, чтобы не было рывка в случае падения. Мы за безопасность. Общий призовой фонд эквивалентен порядка 250 тысяч рублей. Это оргтехника, холодильники, стиральные машины, пылесосы, перфораторы. А главный приз в этом году – электроскутер, на который можно будет гонять летом. Ну, и, в общем-то, все призы разбирают или мало таких отважных? Когда как, год от года. То есть бывает, что и остается. Два года назад у нас осталось три приза, они сохранились. И в прошлом году, вновь были презентованы в рамках призового фонда, в прошлом году сняли все. Но стоит также отметить, что, опять же, близлежащие Сеулы, у кого есть возможность, буквально за неделю до Масленицы парни начинают приезжать, готовятся. То есть столб установлен заранее? Да, столб уже. У них есть возможность попробовать как-то это? Да, да, да. Приноровиться, что называется. Приезжают по вечерам после работы, разделись, размялись и пробуют. Потому что, ну, народу много собирается, кто-то вообще хочет оценить свои силы, реально ли. А то, если нереально, то и нечего позвать. Лучше не стоит, да. А много желающих? Как правило, порядка 120-130 человек заявляются. Ну, и все они пролазят, конечно. Мне также известно, что валюта фестиваля – это блины? Блинный рубль, так мы его называем. Блинный рубль. Но как он будет выглядеть? И что я могу на него приобрести? Блинные рубли выдают за участие в разных анимационных площадках. Площадки тоже традиционные. Это валенки-городки, бег в мешках. Ну, более 30, может даже 35, посмотрим, сколько мы их реализуем. Поучаствовали, заработали эти блины-рубли. Как они выглядят – это секрет до масленицы, чтобы, не дай бог, кто не отпечатал лишнего. Собираете блины-рубли, приходите в масленичную лавку. И там размещаются призы от наших партнеров. Это и напитки, и крупы, и банные шапки, и леденцы. И, конечно же, наша фирменная сгущенка, которую специально к сибирской масленице, даже не сгущенка, а сгущенные сливки, которые специально 2000 штук банок партия готовятся. Она уже изготовлена, уже ждет всех посетителей, чтобы порадовать их дома. Так, ну и, пожалуй, финальный вопрос. Множество концертных площадок, артисты, почитала, достаточно известные. А хедлайнером кто будет праздника? В этом году хедлайнером фестиваля станет «Оттава Йо» – группа из города Санкт-Петербурга. Так, выбор. Почему такой? Фолл-группа, приближенная к масленичной теме, к руссконародной. У них очень интересные композиции, частушки. Также будет концерт нашего алтайского ансамбля «Алтай» и группа «Дуня» – город Красноярск. В прошлом году, кстати, вот что-то вспомнила, мы ставили рекорд на самую большую хоровод, а в этом году, видимо, рекорд на самое большое количество гостей. Или ежегодно примерно одинаковое количество людей приезжает? Год от года мы, конечно же, растем. Но в прошлом году, как показал уже опыт, площадка, так скажем, насытилась. То есть вот 37 тысяч человек – это уже, так скажем, достаточно. Мы сейчас переключаемся от, так скажем, насыщения какой-то концертной программой более детальному внутреннему комфорту для посетителей. То есть в этом году мы там дополнительно усиливаем клининг, дополнительно ставим биотуалеты, работаем с ЧОПом, работаем со скорой медицинской помощью. То есть для обывателя, так скажем, эта закулисная работа, ну, не сильно бросается в глаза. Но определенные слои населения, да, люди с детьми, люди с пожилыми родителями, да, потому что едут большими семьями, собираются там микроавтобусы по 14-15 человек. Я знаю, что уже кто-то выкупает целые там дома отдыха в Белокурихе, вот чтобы чисто заехать своим, так скажем, родовым семейством, да, и еще не хватает мест. Поэтому вот эти люди, конечно, оценивают то, как мы прорабатываем площадку. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня у нас в гостях директор фестиваля «Семирская масленица» Алексей Копейкин. Кстати, фестиваль состоится совсем скоро, 29 февраля в селе Новотырышкино.